всем привет 12 мая 2013 года андрей кушнирю всех сердечно поздравляю с днем победы с прошедшим уже вчера были у брата смотрели парад победы очень конечно трогательное шоу особенно когда значит ну несли там знамя победы красиво так наши пацаны по красной площади все такое в общем занят был очень последнее время да и сейчас занят делаем 5 форм одновременно да вот сейчас я покажу вам на столе вот здесь находятся 5 корпусов вот значит первая форма делает какое-то управление значит вот 2 3 здесь да он там 4 форма и вот 5 форма значит делаем пять штук одновременно график очень насыщен конечно и вчера доделали вот вот это первая формочка которая доделана и значит завтра утром ее надо уже отвести я сейчас хотел подойти к ней и маленько показать рассказать про эту в пресс форму как я делал там я разложил электроды какие которые я использовал и в общем постараюсь что-нибудь объяснить показать на видео какие я использовал приемы потом хотел пойти на компьютер и показать электроды там в программе мастер кем как их распределил почему этот туда этот сюда допустим вот значит это пресс-форма да она выполнена как называется в цельном металле вот встав плита б до нижняя плита она вырезана в цельном металле то есть здесь вставки нет и форма делает вот такую защелку да вот такую какую-то защелку и это защелка да она не такая простая не самая простая форма получилась потому что вот из-за этих вот на ней имеется еще две маленьких защелки вот эти защелки да их надо их требуется сделать проходными вот такими вставочками вот вы видите здесь на стороне а вот эти стоят колоночки да вот эти вот столбики такие называется проходной кортаскор сторона и имеет вставку вот эта вставка каленая также для того чтобы отлить вот эту вот вот этот перешей да ну что-то резкость не наводится вот этот перешей требуется опять же выступ вот этот вот выступ который стоит на на матрице он для этого и и и сделан чтобы пройти и отлить перешей вот эту вот значит цилиндр вот этот который идет поперек ну а вот здесь вот здесь тоже поднутрение видите здесь крючок вот этот отлить невозможно сверху вниз его отливать приходится ползунами значит вот на этой стороне до на стороне б имеется два ползуна вот они видите значит они задвигаются и отливают эту крючок этот а потом когда форма открывается видите здесь вот имеется такие наклонены наклонные отверстия до в ползунах вот эти две колонки угловые они раздвигают ползуны да вот они две колонки а вот эти две детальки это подперные подпорные такие пятки до пятки эти склинят заклинивают ползуны на место и тогда заливается пластик значит деталь сидит таким образом на матрицы а на ползуне она сидит значит вот таким образом до ползуны ползуны надо открыть значит деталька туда должна провалиться и ползуны закрытые заливается деталь через значит вот в этом месте здесь литничок ворота маленькие а пластик заходит через вот через вот эту горячую сторону эй и значит это проливается насквозь сейчас я быстренько вытащу вот эту вставку я думаю да вот эту вставку вытащу стас с матрицы и ползуны вытащу а потом я вот здесь разложил электроды которыми я пользовался до которой мне пришлось на рисовать на компьютере и значит обработать на чипу и я хотел пойти на компьютеры показать как их там распределил на сейчас я разберу да ничего не буду сильно разбирать вытащу ползуны просто покажу что там на них и вот выбью вот эту вставочку покажу вот эти проходные проходные эти столбики решил на видео записать маленькую разборку значит вот такая мало ударная дрель нам помогает значит разбирать такие мелкие вещи а крупные болты мы выкручиваем воздушным ударным этим как его ключом да вот так вот выкрутили направляющие направляющие можно вытащить так куда и вот наш ползунок да вот он вот такая у него геометрия внутри значит ползунок подпружинен видите вот здесь вот в своем в обратном положении он как бы клине да на на нем имеется такой такая маленькая сфера вот здесь вот я прорезал шариковой фрезой видите вот эта маленькая сфера полусфера такая а там внизу в плиту вкручен подпружиненный шарик такой он на таком как бы в болтике просверлено значит отверстие и вставлен шарик с пружинкой так чудо давно я не писал видео разучился уже говорить как говорится и вот второй ползунок все смазано и вот так же вторая вот это вот ямочка на нем полусферка такая так но теперь разберем вот эту еще половинку да значит вторую половинку разбираем вас болтики в сторону эту плиту снимаем это называется спру бушин это летниковая втулка ее в сторону и теперь надо вывернуть вот эти четыре болта их выворачиваем дрелькой и вот здесь у меня специально валяются такие удлиненные болтики вот такие удлиненные болтики специально для того чтобы выбивать ставки видно да вот она нам такая маленькая но зато каленая она тоненькая и каленая вот они вот эти проходные значит проходные выступы вот они до вылазят они вырезаны на проволочном станке на эрозийном но у нас его нет заказываем другом в другой компании нам вырезали и и сами столбики и отверстия вот здесь вот вырезали да вот эти вот видно да вот это вот прямоугольное отверстие вот так вот они сюда плотненько забиваются и все ставится назад сейчас вот так и все и собираем значит я хотел показать электроды сразу вот наши электроды значит первый электрод основной номер так номер 100 по моему вот этот электрод который прожигает основной значит периметр детали вот она деталь и вы видите вот это основная значит основной корпус проходит вокруг и вот эти косыночки тоже так же которые прыгают вниз с обоих сторон карандашик что-то потерял значит после основного электрода идут вспомогательные электроды значит вот этот вот слева вверху он прожигал вот это окно которое вокруг детали да хотя окно можно было прорезать как бы фрезой но вот здесь вот еще и склон такой склон я его решил прилепить на окно и прожечь одним электродом значит вот этот электрод опять же простой очень вот этот второй сверху да он просто прожигает такой квадрат место для этого выступа но поскольку прожигаем встали и здесь один градус вокруг один градус срезать уже фрезой бывает не совсем сподручно и фрезы эти у нас 1 градусовые они такие длинненькие тоненькие как-то надежды на них особо нет по графиту они отлично работают а вот по стали я уже не умеет не имею таких фрез упругих поэтому я уж начал электродами так электродами делает значит следующий электрод 3 сверху да он делает вот этот цилиндр вот она этот электродик да просто цилиндр и здесь какую-то полочку такую маленькую значит потом идет защелка защелка вот это четвертый сверху он также нам прожигает две позиции на чертеже он маленько выглядит по-другому пришлось мне вот это вот здесь поднутрить и срезать этот угол потому что угол мешал дальше идем значит уже вот этот электрод 5 да он для двух защелок для этих делал место этому проходному как его ну столбику выступом этим двоим да делал место и вот здесь вот на этом углу значит и отливалась внутренняя сторона защелок вот этих внутренняя сторона значит этот проходной как бы выступ доходит до защелки и уходит влево и таким образом отливается вот это поднутрение на на защелки значит следующий электрод у нас был держал его чертеж вот он вот этот вот да 6 электрод он делал значит обжигал выступ на матрице вокруг и также делал вот эту вот ступеньку вот эту с радиусом вот эту ступеньку она вот так съезжает да все одним разом ну иногда получается вот так вот прожечь все в раз иногда или лень или или не получается значит забегая вперед вот этот электрод тоже две позиции делал вот этот самый первый у нас и последний вот этот электрод он прожигал прожигал наши ползуны 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 я зажал в тисках оба сразу вот таким образом да вот как как два динозавра да две башки вот так зажал в лекальные тиски выставил индикатором значит вот таким и таким образом да значит центр у меня был прямо посреди этого прямоугольника вот здесь был центр потому что индикатором и по иксу и по игреку вот так выставил и прожег в раз оба ползуна вот этим электродом вот они где-то динозавры тут вот они развернутые да в раз два штуки прожег и получился вообще-то неплохо форма закрылась неплохо быстро мы ее закрыли вчера с пацанами ну там отлили вот этот значит образец восковый это не пластик это воск поэтому не так уж он чисто отлился вот там на этих защелках получились непролитые какие-то места ну проблемы нет видно просто все дефекты вот здесь вот допустим пришлось заполировать уже вместе ползуны вместе с матрицей кое-какие грехи выявили этим вот литьем своим и доделали что могли значит и значит все отлично вот сразу же хотел показать мой пресс маленький ручной да здесь труба заглушенная с одной стороны и туда засыпан этот воск для этих ну как они кольца делают это джеллери вакс называется для людей которые делают драгоценности воск такой синий в общем засыпан сюда воск вот это цилиндр этот засунут и просверлен он просверлен здесь я вкрутил резьбу с пружинкой там шарик внутри чтоб не вытекал воск и в общем я его сую в печку такую маленькую хлеб поджаривать знаете тостер такой тостер овен сую туда на 20 минут нагревается он и я руками просто вот вот так надавлю загоню туда этот воск и все получаем значит отлитую деталь и можно ее так сказать уже проверить как она смотрится сразу же все стает видно где подтекает где не подтекает где завоздушивается форма где значит получаются перепады как я говорил как вот здесь видите получился перепад между ползунами надо просадочка вот здесь видите очень получилось толстое место да вот в этом месте и просадочка также выявилась в форме возможно на пластике тоже пластик будет садиться вот так вот такие дела пойдем сейчас на компьютер наверное и вот последний момент хотел показать в этом видео это значит момент как колонка вот эта наклонная да хватает слайд ползун этот за его отверстие и толкает туда на место да видите вот как она хватает да палец заходит в отверстие и и пошел толкает ее вниз и значит вот она форма закрытая да вы видите также здесь вода вход и выход ну и там вот эта вот система выталкивания да ну все спасибо до свидания